Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер на Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы разговариваем с бизнесменами о том, как живется им в отечестве родимом. Сегодняшняя тема многих, я надеюсь, заинтересует. Вроде бы и о бизнесе, а вроде бы и не очень. Мы говорим сегодня о том, как работают кинотеатры в России. И более того, слово пока некое, может быть, непонятное, нишевые кинотеатры. Мы сегодня обсуждаем вот этот бизнес. Итак, нишевые кинотеатры в России. В гостях я представляю моих сегодняшних гостей. Это Мэри Назари, директор кинотеатра «Пионер». Добрый вечер, Мэри. Добрый вечер. И это Ольга Гурова, директор киноклуба «Фитиль». Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, традиционно вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив в студию по телефону 6510996, код Москвы 495. Либо, зайдя на сайт компании финам.фм, в закладочке «Комментарии», задать свой вопрос или прокомментировать. Я надеюсь, что многие из вас время от времени посещают кинотеатры. Это процесс увлекательный, по слухам, а иногда даже и не бесполезный. Итак, вот эти все традиционные приготовления. Я, собственно, предлагаю начать наш разговор. Причем начать вот с чего. Уважаемые мои гости, я поделюсь собственным, ну, даже не наблюдением, а случаем из жизни. Буквально вот некоторое время назад, готовившись к мероприятию сегодняшнему, я зашел в Яндекс и попытался выяснить, что же это за нишевые на кинотеатре. И, о ужас, Оля, будете смеяться сейчас. Я набираю в поисковике «Нишевые кинотеатры», нажимаю «Найти», и там оказывается «Дешевые кинотеатры». То есть Яндекс переписывает сразу. Я говорю «Хорошо», «Ша», я Яндексу говорю. Я обычно очень часто разговариваю с ним. Я говорю «Хорошо, ладно, давай я тебя попытаюсь обмануть». «Нишевые кинотеатры России», пишу я. Что вы хотите, что вы думаете? Он пишет «Дешевые кинотеатры России». То есть он даже слова такого не знает. Исходя из этого, вот первый мой вопрос. Правильно ли, что нишевые кинотеатры, это прежде всего дешевые кинотеатры? То есть ниша ценообразования заполняется таким образом? Или все-таки есть какие-то другие специфические ниши? Мэри, давайте с вас начнем. Ну, мне кажется, что, может быть, само понятие нишевые кинотеатры, оно не так устойчиво у нас вообще в России. Оно и звучит даже как-то по-русски, да? Оно звучит как-то по-русски, да. Мне кажется, что, ну вот мы себя, например, пионер, мы называем себя кинотеатром качественного кино. Вот. Я позволю. То есть ваша ниша — это качественное кино? Да, наши ниши — это качественное кино, это такие превосходные условия кинопоказа, когда и изображение, и звук, ну, все просто самого высочайшего класса. То есть это кинотеатры, такие можно назвать и синефильскими. То есть, ну, в любом случае, это на места, куда люди приходят смотреть кино, а не получать какой-то дополнительный интертеймент в виде, например, хрустящего попкорна или там каких-то игр. То есть у вас нет попкорна, у вас нет ничего, кроме кино? Ну, нет, ну, у нас есть, вот, в частности, в Пионерии замечательный ресторан и замечательный книжный магазин. То есть вот такие истины. Ну, в любом случае, совместить, да, присутствие в ресторане и просмотр фильмов я не смогу. Нет, не сможете. Более того, у нас очень жесткое правило. Мы не пускаем даже с едой из нашего ресторана внутрь в кинозал. Просто нам кажется, что если человек приходит смотреть кино с другими людьми, он должен быть освобожден от всяких других этих самых как-то желаний плоти. От попутных, да? От попутных желаний. Я немножко понимаю теперь, что такое ниша. Причем, все-таки, извините, Мэри, я уточню. Вот ниша, которую вы, да, ну, более романтично она, так сказать, прозвучала, это качественное кино. Это не всегда дешевое кино. Ну, дешевое не с точки зрения качества самого кинофильма, а дешевое, в то же время, билетов входного. Не всегда это так. Что касается билетов входных, вот у нас кинотеатры Пионер, они традиционно не очень дороги. То есть даже если это сравнить с ценами по посетям, они у нас, в общем, мы их стараемся держать как-то. Это довольно тяжело. Но, тем не менее, мы все-таки считаем, что, ну, вот, все-таки кино, это искусство очень демократичное. И все должны позволить себе... Ну, один дяденька известный говорил об этом, да. Да. Ну, и все должны, в смысле, я считаю, что и пенсионеры должны себе позволить, вот так сказать, пойти и купить билет в кино. Поэтому у нас есть скидка для пенсионеров. У нас днем, например, в будние дни билеты стоят 100 рублей. Со скидкой пенсионерской 30-процентной билет стоит 70 рублей. И, кстати, очень многие пенсионеры приходят. То же самое у нас студенты. Мы очень привлекаем, конечно, студентов. Для них у нас скидки. То есть сами билеты, я не могу сказать, что у нас, конечно, они очень дорогие. Но и не дешевые. Просто дешевые билеты скорее у муниципальных кинотеатров, которые, к сожалению, в Москве и в России становятся все меньше и меньше. И вот это, конечно, большая проблема. Именно к сожалению все-таки. К сожалению. Благодаря на то, что, конечно, муниципальный кинотеатр сравнить, ну, как минимум с вашим, да, он во многом проиграет. И начиная от качества и заканчивая... Тем не менее, с точки зрения доступности для населения, он, конечно... В данном случае, да, это его главная задача, муниципальный кинотеатр. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Оля, сформулируйте и вы теперь, да, что для вас понятие нишевый кинотеатр? Понимаете, в чем дело? У нас вообще своя история. У нас, мы не зря говорим про киноклуб, потому что мы не кинотеатр, мы именно клуб. И у нас все безусловно вертится вокруг кино. И кино является главным. Но мы именно все-таки культурная площадка, и мы делаем дом для тех, кто любит кино. Для тех, кто его представляет, показывает. Киноклуб, да, клуб вот в каком-то контексте. Клуб — это объединение, некое объединение людей по общему интересу. В данном случае интересное, может быть, кино. Или клуб как аналог дома культуры, ну, в хорошем смысле слова. То есть помимо того, чтобы показывать кино, у вас еще есть эстрада, это раньше называлось так, да? И там до мероприятий выступает, помните, да, великолепные были примеры в свое время. Ну, тем не менее, выступает какой-то... Мы считаем себя культурной площадкой. И это как раз интересная и наша уникальная история. Потому что это именно... То есть помимо кино, значит, я могу там послушать музыку, я могу послушать перформанс. Это музыка. Это встреча с режиссерами, актерами, с кинематографистами. Это встреча с теми людьми, которые увлекаются, но не являются профессионалами. И это дом, на самом деле, домашняя история для тех, кто это любит. Ну, сразу о доме, когда вы говорите. А у меня сразу вопрос такой, а кухня есть домашняя у вас там? Кухня? А, есть. Есть. Ну, то есть какой-то ресторан тоже, кафе, что-то там, да? Есть ресторан, кафе. Нет попкорна. Вы ополчились на попкорна-то, так, боже мой. Да, это какая-то для нас принципиальная история. Принципиальная, да? Потому что, понимаете, когда люди приходят... Это некий американизм всё-таки попкорна. Не в этом дело. Когда люди приходят действительно смотреть кино и к этому относятся серьёзно, а другие вокруг живут попкорн и источают страшные эти звуки. Звуки и запахи, да, конечно. Это как-то совсем не про нас. Я понял. То есть в данном случае вот в вашем представлении ниша – это ещё и более того некое культурное объединение. Да, у нас всё-таки культурная такая площадка. Хорошо, хорошо. Давайте тогда начнём обсуждать тему. Ну, одну из, на мой взгляд, по крайней мере, главную. Как вы выживаете, выживаете, в буквальном смысле слова, на этом, на этом, ну, не диком рынке, конечно, но каком-то вот акульем рынке, когда вокруг вас эти монстры, сетевые кинотеатры, у которых, помимо, ну, относительно хороший, нехороший там фильм, да, прокат, у них ещё и попкорн, и кока-кола, и пиво, и ещё там ещё что-то, пицца и так далее и тому подобное. Ещё там разные штуки, которые, в которые можно поиграть, ну и так далее. Как вы выживаете, Мэри? Вы знаете, прежде чем рассказать этот длинный такой ответ на вопрос, как мы выживаем, я бы хотела вот просто сказать для наших слушателей, может быть, не все из них знают, что, вообще говоря, кинопоказ — это такой, то, что называется, вот на профессиональном языком, низкомаржинальный бизнес, потому что половину выручки за билеты кинотеатры отдают, возвращают прокатчикам, да, то есть у нас остаётся только половина. На эту половину мы должны содержать штат, должны поплатить аренду, и очень много, на самом деле, расходов, или то, что называется, кассов. Поэтому вообще весь, так вот, если в целом говорить, кинопоказ в мире и в России, он немного по-другому строится. Бизнес строится на том, что вот, как бы, кинотеатр привлекает людей, да, вот он такой флагманский в этом смысле, такое место, куда люди, якорь такой, куда люди идут, а деньги зарабатываются на том, что, опять же, профессиональным языком он называется «concession». Да, то есть вокруг кино. То есть вокруг кино, то есть вот этот попкорн, который даёт от 45 до 70 процентов выручки кинотеатрам, это очень величина. Да, всякого рода напитки, всякого рода игры, вот весь такой интертеймент. И кинотеатры, которые сознательно идут по другому пути, они, собственно, просто должны придумывать некие способы выживания, да. И тут их не так уж много на самом деле, к сожалению, но самое главное, что помимо даже вот этих способов, я хотела бы сказать, что, ну вот перед вами, вы сказали, что к вам в программу приходят бизнесмены, тут перед вами две такие бизнес-вумены. Бизнес-вумены, да. И для меня, и для Ольги, это, понимаете, как бы это каждодневная работа, у нас очень тяжёлый бизнес, потому что я, например, всё время в онлайне, я не могу выпустить эту ситуацию. Давайте так, я должен, как джентльмен, да, всё-таки вот эту фразу произнести после ваших вот этих страшных слов, у нас мы, мы бизнес-вум, у нас тяжёлая жизнь, у нас тяжёлая жизнь. Вы выглядите великолепно, и одна, и вторая. Вы очаровательны просто, и если бы я вне эфира или хотя бы в студии сейчас, не зная, что мы обсуждаем, встретил бы вас, я никогда бы не подумал, что у вас такая тяжёлая жизнь. Да, да, такая тяжёлая жизнь. Он же всё-таки ещё прекраснее, потому что это всё-таки кино, это искусство. Он любимый, это наше любимое дело. Нет, и искусство облагораживает, Ольга, согласитесь. Мы каждый день соприкасаемся с искусством, поэтому вот у нас такой румяне. Да, совершенно верно, это отпечаталось у вас на лицах, в хорошем смысле слова. Нет, искусство облагораживает, конечно, поэтому мы, собственно, и существуем. Ну и в какой-то степени именно поэтому вы и занимаетесь, то есть не пошли в строительный бизнес, да, потому что там вот так, а пошли сюда, потому что там эдак. Значит, сейчас мы слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем сегодняшний эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев, в гостях у меня две очаровательные гости. Это Мэри Назари, директор кинотеатра «Пионер», и Ольга Гурова, директор киноклуба «Фитиль». Как вы уже догадались, мы сегодня говорим о кинотеатрах, о бизнесе, о нелёгком, да, как оказалось, бизнесе. И более того, мы выделили из всего огромного количества кинотеатров, всё-таки достаточно специфические, вот, обозвали их нишевыми. И, собственно, вот в первой части программы попытались выяснить, что в нашем представлении моих сегодняшних гостей и есть эти самые ниши. Я, по крайней мере, удовлетворён ответом. Итак, продолжим. Продолжим о нелёгком бизнесе, о выживании. Ну, я прошу прощения за иронию некую, да, но, тем не менее, это очевидно, что вам нелегко, и Мэри об этом уже сказала. Вот, как зарабатывают монстры, да, не на кино, безусловно, а на огромной, огромном множестве всякой всячины, которая мешает смотреть кино, да, наслаждаться искусством. А вот мои гости сознательно пошли по-другому, по более сложному пути, это очевидно. Как же выживают они, Мэри? Продолжайте. Да, продолжаю. Значит, выживаем мы разными способами, то есть, смотрите, я считаю, что нам, например, нужно всё время что-либо придумывать, нам нужно всё время генерировать вот поток людей. Если в сетевом кинотеатре, я всё-таки буду сравнивать, чтобы зрителям было понятно, у них есть некий репертуар, они ставят, и, в общем-то, люди идут, и они не очень об этом волнуются, но, в принципе, если фильм не идёт, они его просто убирают и так далее. И ставят другой. И ставят другой. Мы же всё время, вот я, в частности, у нас довольно много, мы всё-таки работаем не как киноклуб, а как кинотеатр такой полноценный для большого количества зрителей, у нас два небольших зала, по 84 места. И, например, вот что касается расписания, то мы всё время просто мониторим, да, как бы ситуацию, как люди идут, какой фильм, может быть, собирает лучше в другое время, может быть, его на более поздний прайм поставить, может быть, там пораньше. То есть вот это у нас процесс... А репертуар, кстати, вы выбираете, да, из того, что вышло сейчас, из того, что вышло чуть раньше? Из того, что вышло сейчас, из того, что вышло чуть раньше, из того, что, может быть, даже выйдет через какое-то время, но мы просим, например, иногда в превью, чтобы нам дали фильмы, потому что, ну, в частности, Пионер, мы ещё такая хорошая площадка и для промо некоторых фильмов. Мы делаем там свои какие-то истории, связанные с превью. Ну, это нормально, просто вот этот репертуар из чего складывается? Из вашего представления о хорошем и плохом кино? Нет, вот в любом случае... Или всё-таки из рынка? Нет, нет, главное, чтобы не о моём конкретном представлении. Ну, не о вашем, у вас есть эксперт какой-то сидит такой. Ну, не эксперт, у нас просто есть некий такой совет креативных директоров, скажем так, да. Ну, то есть мы коллективно принимаем эти решения. Мы, конечно же, в первую очередь, как бы, определяем фильмы из текущего репертуара, что, так сказать, мы можем взять себе, а что мы, например, взять себе не можем. По идейным соображениям причём, да? По идейным, эстетическим, там, стилистическим и каким-то концептуальным. Не место подобному, да? Не место подобному на нашей площадке, например. Но мы в этом смысле, как бы, такие, ну, без всяких фоноберий, мы вообще за кино, мы считаем, что кино может быть разным, может быть, очень прекрасный и качественный блокбастер, действительно замечательный образом сделан. Согласен. Может быть, это действительно то, что называется авторское кино или арт-хаус, ну, качественный арт-хаус. Вот. Самые разные вещи. Но мы, просто, я хочу сказать, находимся всё время в таком, ну, как бы, поиске каких-то креативных экономических решений. Потому что, с одной стороны, это действительно творческий поиск, но, с другой стороны, мы вынуждены думать о деньгах и о выручке. Просто вот я вам пример приведу такой вот, может быть, это будет сразу понятно. В феврале выходит фильм «Хичкок», это биопик с Энтони Хопкинсом и Хелен Мирон о, значит, величайшем режиссёре «Хичкоке». Он выходит довольно широким прокатом, ну, и так далее. Многие кинотеатры его возьмут. Но я понимаю, что мне для того, чтобы привлечь вот эту вот мою ещё дополнительную, скажем, аудиторию, нужно придумать ещё что-то. И мы, в частности, решили, что «Хичкок», вообще, фильмы «Хичкок», они очень редко показываются в России. В кинотеатрах именно, да. В кинотеатрах, да. Ну, то есть, вот в музее кино, конечно, они показывались, пока он существовал как полноценное такое заведение. Но это выдающийся режиссёр. И он абсолютно, мне кажется, он нравится очень многим людям. И каким-то синим фильмом, и просто широкой публике. И мы решили, что мы сделаем такой уикенд фильмов «Хичкока». И сейчас вот мы договариваемся с правообладателями зарубежными, чтобы взять несколько фильмов. И оригинальный, то есть, как бы вот у нас будет, с одной стороны, в прокате боёпик, а «Хичкоки», да, то есть, как бы это такой фильм о нём. О нём, да. И мы, значит, вот один уикенд просто покажем, и вот такие вот самые выдающиеся, что ли, фильмы на большом экране, что само по себе удивительное такое переживание. Потому что многие видели эти фильмы, ну, просто там на DVD, а сейчас это будет вот на большом экране, отреставрированную копию мы берём одного фильма. Это очень сложный процесс. Конечно, сети никогда не будут этим заниматься, им это не нужно. Потому что нужно списаться с правообладателями и так далее. Для них это нерентабельно, естественно. Ну, даже не столько нерентабельно, может быть, кстати, для них это было бы рентабельно, им просто не нужно так запариваться, извините. Суеты слишком много, да? Да, совершенно верно. А вот мы должны всё время вот что-то такое вот вокруг кино как-то вот просто вот именно генерировать и идеи, и потоки людей. Ну, я просто тогда остановлюсь, что-то передачу. Да, ну, Оля расскажет, тем более, что всё-таки киноклуб, да, это вещь несколько более широкая, и, может быть, даже здесь-то и проще вот подобную задачу решать. Ну, я прошу прощения. Я бы даже согласилась, потому что мы всё время действительно что-то придумываем для того, чтобы привлечь, заинтересовать и быть интересными нашему зрителю. К примеру, нам показалось интересным уже вот второй год подряд сделать трансляцию Берлинского кинофестиваля, потому что для нашей публики, вот мы говорим про киноклуб. Я понял, трансляцию имеется в виду, то есть всё, что вот в процессе этого фестиваля. В данном случае у нас не буду раскрывать всю программу, но трансляцию закрытия Берлинского кинофестиваля, и как следующая тоже вот интересная история, это Оскар. То есть мы приглашаем наших гостей смотреть фильмы, обсуждать, присутствовать и обсуждать те события, которые на самом деле интересны. У нас такая клубная жизнь постоянно. То есть это всё, что вокруг кино, можно так сказать, да? То, что это действительно событие клуба, мы выпиваем, мы обсуждаем, мы получаем удовольствие, мы представляем кино, мы приглашаем продюсеров с новыми проектами, с презентациями, с готовыми фильмами и так далее. И мы действительно постоянно находимся в процессе придумывания и поиска этих идей. Кстати, вот если говорить о формате киноклуба, я так понимаю, это не такое распространённое. О чём говорит мэрия, это кинотеатр, ну как бы классический кинотеатр, но с несколько другими заморочками, да? А формат киноклуба, вот я так понимаю, что в Фитере это есть киноклуб в России, как ты считаешь? Или ещё какие есть? Нет. Кажется, уникальная история наша, но на самом деле... Как раз вот киноклубы в России, их довольно много. То есть почти в каждом городе есть киноклуб, то есть они просто, может быть, бывают чуть меньшего формата. Вот есть замечательный киноклуб в Тольятти, то есть это просто люди, как бы взяли в аренду вот кинозал, который никому не нужен был какое-то время, они привозят туда уникальные фильмы, они договариваются с прокатчиками, вот что касается русского кино, они туда, ну, просто договариваются и привозят. То есть после того, как фильм уже проходит на больших экранах, они, значит, привозят эти фильмы. Встреча с режиссёрами. Да, и встреча с режиссёрами, и много. И это, кстати, на самом деле очень хорошая история, действительно система киноклубов, когда люди приходят, смотрят кино, и у них есть всегда возможность пообщаться. Это очень приобщает вообще кино. И, надо сказать, ну, вот и Оля, и вот люди, которые этим занимаются, это совершеннейшие энтузиасты, потому что они вот просто... Фанатики своего дела, да, как раньше говорили? Да, абсолютно. Ну, в принципе, наверное, в этом... Фанатики абсолютно точно, что касается киноклубов, то даже в Москве их небольших много, иногда они носят такой домашний характер. Я знаю несколько компаний, которые собираются у кого-то дома с большими домашними кинотеатрами, и я ужасно хочу, чтобы они к нам приходили и в наш киноклуб вливались. Да, это было бы здорово. У вас есть, по крайней мере, технические ресурсы некие, да, и нужно... Да, потому что кинотеатр как киноклуб, ну, вот я, пожалуй, такого не знаю. То есть в какой-то степени, смотрите, сейчас я буду витиеваторствовать, смотрите, у нас сегодня директор кинотеатра Пионер, и, если позволите, Пионер в своем роде, да, директор киноклуба Фитиль, Пионер. Два Пионера у меня сегодня, и это очень приятно. Ну да ладно, давайте теперь поговорим, если это вас не затруднит, о том, о что вы показываете в ваших кинотеатрах. Мне кажется, это один из главных моментов, ну, после попкорна, с попкорном разобрались, у вас его просто нет. Поэтому мы о качестве, да, и, так сказать, о количестве... Вот что, на ваш взгляд, сейчас, да, как вообще, ну, мы, конечно, говорим о вас непосредственно, прежде всего, и как, на ваш взгляд, вообще обстоит сейчас киноиндустрия и возможность показывать качественное кино? Оно есть или нет? Много его, этого кино? Мэри? Ну, вы знаете, на мой взгляд, его довольно много, к счастью, и его все-таки становится все больше и больше с каждым годом, так или иначе, к счастью. Мы сейчас говорим о кино... Нет, мы говорим вообще о кино. О кино вообще-то? В целом, да, потому что, понимаете, как бы так, если вы уже говорите о качественном и некачественном, то уже тут надо вводить какие-то критерии. В целом, фильмов снимается в мире больше. В целом, в Россию, к счастью, с каждым годом попадает все больше и больше фильмов. В Россию медленно очень, но все-таки, ну, не, 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 так сказать, недостаточными темпами, но, тем не менее, увеличивается количество то, что называется, экранов, да? То есть, как бы, в целом, кинопоказ становится доступнее для многих очень людей. Это очень медленный темп, это главная проблема России, что у нас, вот, как бы, была разрушена какая-то, вот, советская система кинопоказов, которая была, и она была... Она была разрушена именно. Она, да, была разрушена, потому что, я думаю, что все помнят люди, ну, там, старше 30 лет, когда кинотеатры просто закрывались в 90-е, и на их месте... И открывались все, что угодно. Да, салоны, все на свете. И многие кинотеатры, то есть большинство кинотеатров потом и не поднялись. Ведь, просто, вот, если сравнивать бокс-офисы, там, советских фильмов в те годы с тем, что вот сейчас есть, мы, ну, в общем, даже совсем не дотягиваем до того уровня, хотя билеты раньше стоили дешевле. Но, просто, вот, есть такой показатель, как количество зрителей, и там какой-нибудь, ну, такой, есть классический пример «Москва слезам не верит» или «Перац 20-го века». Его посмотрела, я, к сожалению, очень плохо помню. Ну, там какие-то страшные цифры. Ну, там какие-то страшные цифры, да. Чуть ли не ползу Советского Союза. Абсолютно верно, да. И плюс еще, из-за того, что фильмов было мало, я так понимаю, ну, в целом, один фильм мог крутиться в прокате, там, типа, месяц, по крайней мере, точно. Месяцы, месяцы, это точно, да, да. Да, современные кинотеатры, конечно, не могут себе этого позволить, что печально, потому что вот эта вот система повторных таких экранов, она должна существовать, где все дешевле. То есть не всех любят смотреть фильм в первый уикенд. Кто-то готов посмотреть его и через две недели, но дешевле, например. Ну, это с точки зрения того, как вот выходит новый, там, смартфон какой-нибудь, да, и народ ночь проводит, да, для того, чтобы... Ну, первым оказаться, ну, через неделю он будет вот спокойно лежать и дешевле будет. Ну, вот так сейчас, например, просто у нас происходит с Джанго. Вот вышел на прошлой неделе, на 17 января вышел фильм Квентина Тарантина «Джанго освобожденный», замечательный совершенно кино. Это я так один, хочу сказать, нашим зрителям, которые еще его, может быть, не видели. И, например, в «Пионере» букировались билеты за неделю. То есть вот как бы уже я просто смотрела, что с каждым днем просто уже нет, значит, системы онлайн-продажи дают свободных мест на этот сеанс нет. Свободных мест. Это о чем говорит, кстати? Это говорит о том, что А востребован, да? Да, да, да. Это субтитры, то есть можно смотреть на экран, если даже не знаешь английского языка, просто можно читать субтитры, но просто ты слышишь, например, голос того же Ди Каприо, и это тогда уже полный такой актерский образ, потому что что это без голоса? То есть, действительно, эстетически фильмов становится больше, они разные, и медленно, но все-таки доступность кинозалам, она очень медленно все-таки как бы увеличивается. Но если говорить про «Пионер», мы еще очень любим классику такую, я вот уже упомянула «Хичкоки», но мы это делаем регулярно, то есть мы, в принципе, привозим сами тоже, вот как бы очищаем от прав, там делаем эту безумную совершенно растаможку и все прочее, и привозим классические фильмы, которые многие люди видели просто на небольшом экране, а мы показываем на большом экране. Кстати, мэри, Оля, извините, я перебью, смотри, ну, наверное, это логично предположить, что вот эту классику, эти штучный товар, да, могут привиться только в штучном кинотеатре, ведь опять мы говорим о том, что сетевикам это не нужно, ну или как минимум это для них слишком затратно, они не будут растамаживать, они не будут освобожать от прав, зачем это нужно? Помните, замечательный был кинотеатр, я надеюсь, это не вызовет у вас отрицательные эмоции, «Иллюзион», по-моему, назывался, он в высотке был на… Он, к счастью, еще есть, он сейчас закрыт на ремонт, он откроется. Боже мой, сколько я посмотрел классики, еще будучи студентом, сейчас я заплачу. Ладно, пока я плачу, мы слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, мы продолжаем разговор, разговор на Финам.ФМ в программе «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев, и еще раз я напомню, кто сегодня у меня в гостях. Это Мэри Назари, директор кинотеатра «Пионер», и Ольга Гурова, директор киноклуба «Фитиль». И обсуждаем мы, как живут и выживают небольшие, нишевые так называемые кинотеатры. Ну, я их на самом деле на первое место бы поставил, потому что, как и везде, наверное, индивидуальность – это главное. Вот у вас, у вас лично, хочу подчеркнуть это еще раз, и у ваших детиш есть индивидуальность. У остального сеть – это всегда какое-то размытое такое, да, приносящее вот так вот, крутящееся и приносящее деньги, деньги, деньги. А это не совсем правильно, тем более, когда мы говорим о кино как о искусстве. Оля, тот же самый вопрос, который мы сейчас обсуждали с мэрой, я хотел бы тебя услышать, потому что наверняка это тоже не так легко, да? Ну, смотрите, в киноклубе «Фитиль» появляются исключительно те фильмы, которые, ну, да, мы считаем хорошими и авторскими. Это могут быть блокбастеры, это могут быть фильмы, так называемые, аккаунтные. У вас тоже есть, да, как вот у мэрии есть некий экспертный совет? Да, и еще мы очень стараемся прислушиваться к мнению членов клуба. Вот, кстати, смотри, да, вот о клубах мы говорим, о киноклубе в частности. У нас же дискуссия. Да, 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 у вас есть членство в клубе, да? Как это выглядит? То есть я должен внести взнос, мне дают карточку, и теперь я, нет? Вы приходите, влюбляетесь. Ну, как в спортзале, я это называю. Все немножко проще. Давай. Вы приходите, влюбляетесь. В кого тогда? Мне это очень важно всегда. В кого я влюбляетесь? А, в атмосферу кино и киноклуба. Да, вы понимаете, что это то, что вам нужно, и вступайте в клуб. Для этого нужно заполнить анкету. Вот, все. Дальше мы анализируем и понимаем, что вы на самом деле являетесь поклонником старого французского кино. А как вы, я в анкете все это запишу? Да, да, да. Есть специальные вопросы, которые нам позволяют понять, что вам хочется, что вы любите из музыки, что вы любите из кино, какие фильмы вам могут быть интересны. И дальше мы выслаем вам приглашение на то, что вам действительно, как там, кажется, понравится. Ну смотри, репертуар в таком случае вашего заведения зависит от большинства. Вот есть там, условно, тысячи членов клуба. Из них 600 любят французское кино. Вот как я, например. И вы приглашаете, значит, покупаете французское кино? Не совсем так. То есть я, позвольте сказать, что я выбираю фильмы, которые, ну, мне кажутся стоящими. И плюс, конечно же, прислушиваюсь к мнению людей. Но это не такая демократия, что мы голосование выбираем, репертуар. Референдум проведем. То есть референдума нет, но прислушиваюсь к мнению, конечно. И дальше я уже понимаю, кого и на что мне было бы интересно пригласить. Какие мероприятия сделать, чтобы гостям было хорошо. У нас, опять-таки, идет 17-го числа Тарантино. Идет в оригинале и в дубляже. И у нас гости ходят и послушать голос Леонардо Ди Каприо. На самом деле, в основном, у нас фильмы в оригинале с субтитрами. Сейчас очень часто мы стали давать возможность выбрать и ставить их и в дубляже, и в оригинале. И плюс очень много уникального продукта, который вообще больше нигде увидеть нельзя. Вот об уникальном продукте поподробнее. Я единственную ремарку, если позволите, с точки зрения формирования репертуара, ну и того, что вы предпочитаете, недублированные фильмы. Это все-таки специфика. Опять мы говорим о нишевых кинотеатрах. Нет, не совсем так, Мэри. То есть у вас есть такая возможность, и поэтому... Нет, это, конечно, специфика нишевых кинотеатров. Но просто если кинотеатр заявляет такое желание дистрибьютору, то дистрибьютор, ну вот в последнее время они стали стараться все-таки это делать. А раньше они могли... Они раньше... Они раньше... Просто, понимаете, это всегда вообще тоже технически сложно, приводить в Россию оригинальную копию, субтитрировать ее. Но вот за последние несколько лет появилось уже там, ну, примерно пять кинотеатров в Москве, что очень много, потому что некоторое время назад он существовал один, который вот желают делать так. И это тоже, мне кажется, очень таким отрадным фактом. Кстати, вот Оля рассказывала о том, как взаимодействует киноклуб с членами клуба, да, вот анкеты отбирают, смотрят на предпочтения. В какой-то степени, да, вот то, о чем ты рассказывала, там, маркетинговые у вас есть некие исследования, это примерно то же самое, да? Ну, это примерно то же самое, но мы все-таки... Вот Пионер вообще, он очень активно работает в Фейсбуке, например, и в социальных сетях. Мы немного шире все-таки закидываем этот небо. У нас, конечно же, есть, ну, какие-то просто наши люди постоянные, которые в нашей базе рассылок, они нам пишут, мы им тоже пишем, они там пишут о своих пожеланиях. Но мы очень активно как раз вот в социальных сетях, потому что нам очень важно все-таки привлекать как можно больше людей. Ну, вот ты сняла у меня с языка тему. Ну, следующий вопрос, да, как вы боретесь, ну, извините уж, опять это слово ужасное, и уж тем более в вашем присутствии, но, тем не менее, точнее, как вы боретесь за зрителя? Как вы боретесь за зрителя? Ну, понятно, что вы предлагаете, ну, условно говоря, вот в сетевом кинотеатре идет этот фильм, он хороший, он идет в дублированном варианте, а у вас он идет в оригинале. Но это единственное, что может меня привлечь. Нет, вы знаете, мне кажется, что мы, вот в частности, про пионеры, если говорить, что мы, понимаете, продаем, ну, в кавычках в данном случае, а иногда и в буквальном смысле, некую атмосферу такую, да, то есть как бы, и она начинается в буквальном смысле, извините, что процесирую, классика, с вешалки. У нас в кинотеатре есть гардероб, значит, вот у нас, я говорила, есть книжный магазин, значит, есть этот ресторан. Сам кинотеатр, это такой, ну, между прочим, кинотеатр внутри жилого дома, построенный в 1953 году, и это раньше был детский кинотеатр, очень известный в Москве такой детский кинотеатр. Я помню, прекрасно. Он до сих пор остался в виде такого, ну, такой дворец, такой пэлос просто чудесный, такой вот дворец кино. И очень важно, то есть как бы вот эта вот некая атмосфера, там важно все, вплоть до вот мелочей и деталей. Например, очень важная вещь, сервис. Ну, скажем так, Москва, это не самый в этом смысле дружелюбный город по отношению к людям вообще. Безусловно, безусловно. И вот эту вот мы традицию тоже хотим изменить, да, то есть как бы вот буквально за нашими стеклянными дверями, как бы человек попадает, а он оказывается в другой атмосфере. Там улыбающиеся люди, то есть вот мы этим просто занимаемся. Причем забавно, я сейчас подумал о том, что, ну, может быть, в детском возрасте в большей степени, но, тем не менее, ассоциации всегда, ну, из детства, да, кино — это некая сказка такая, да? Да, совершенно верно. Мы в детстве сказки и смотрели. То есть я вот себя помню, еще помню я себя достаточно в юном возрасте, когда я смотрел кино, и уж тем более в большом экране, я так погружался в какой-то другой мир, в другое пространство. То есть вот этот ваш подход, да, он как бы в буквальном смысле, да, дверь открыли, и вы в другом мире. Еще даже кино не началось, а уже началась какая-то другая жизнь. Вы попадаете в него, и если мы говорим про атмосферу, что еще очень важно, очень здорово, когда ты приходишь в кинотеатр смотреть кино, и вместе с тобой его смотрят... Члены семьи, да? Члены семьи, как единомышленники, соседи, известные актеры, режиссеры, и... То есть они сидят все вот в одном ряду? Они приходят в кино, они приходят в кино каждый день. И таким образом ты попадаешь в атмосферу, и получаешь возможность обсудить какое-то дружеское, прекрасное... С другой стороны, смотри, я о чем подумал. Вот, рассказываешь о том, что я пришел, ну, в частности, в Фитиль или в Пионер. Играет музыка. Да, играет музыка, это замечательно. Причем желательно, чтобы опять хорошую музыку играл, да? Смотрите, я сел, занял место в восьмом ряду на двадцатом кресле, а в двадцать первом сидит кто-то из известных. Например? Ну, не знаю я, из известных, из наших, из местных. Ну, Тарантино было бы неплохо, конечно, если бы он сел рядом. Вряд ли он прилетит, но кто-то из наших. С одной стороны, это, наверное, неплохо, да? А с другой стороны, вот, опять-таки, ну, такой стереотип, да? Кино — это мир там. И все, что происходит там, это всегда загадка, и это всегда такая, в хорошем смысле, да, сказка. Это недоступно, это не потрогать руками. А тут раз, и вы мне все... А, вот он, я его по плечу даже вам обухалку. И все, и все не испортили. А вы знаете, как интересно, когда знакомятся люди из кинобизнеса и другого бизнеса. Как они, интересно, спорят, и сколько потом... Забавно, о чем они спорят, Нила, всегда интересно. О кино, видимо, или о футболе. О кино, очень часто о кино. Потому что очень часто бизнесменам кажется, что они все понимают. Ну, это всегда так. Походу, оказывается, что не совсем так. И им интересно, как это работает. Там, почему нет таких фильмов или сяких. И происходит очень интересный разговор, который для всех хорош. Да, потому что киношники тоже что-то выносят из этого. И они, плюс, они ищут партнеров, они ищут единомышленников, они ищут там потенциальных инвесторов. И бизнесменам интересно посмотреть на этих людей, на которых они, возможно, так долго ругались или так долго об этом. То есть, некий еще такой положительный эффект от клуба, от понятия клуба, как, так сказать, среды общения некой. Даже не обязательно по интересам, но здесь интерес объединяет. Мэри, я хотел бы задать вопрос. Вот, проанонсировала ты некоторое время назад о проблемах. Проблема, вот эта вот ключевая проблема, она сейчас у тебя, вот, взгляд, я смотрю. Ну, просто вот мы начали немного раньше говорить об этом. о проблемах индустрии. Что недостаточное количество залов. Но это действительно очень существенная проблема. Но еще, пожалуй, может быть, даже главная российская проблема это пиратство. Понимаете, когда фильм «Джанго» 17 января выходит в прокат, а за два дня он уже висит, к сожалению, в некоторых сетях, это чудовищно. При том, что все-таки «Джанго» выпускает лидер мировой, это Сони Дисней, да, то есть, как бы, это главный менеджер, это главная кинокомпания. То есть, ничего святого у этих пиратов. Нет, ну, это не то, чтобы ничего святого. Это я считаю, что это какие-то совершенно у них здесь возможности именно в России такие, потому что в других странах такого нет, в цивилизованных странах, в данном случае. И вот то, что в России, конечно, абсолютно дикая проблема с пиратством, и пока она никак не решается, ну, вот это вот, конечно, действительно проблема. И это проблема, и это большой урон и нам, как кинотеатрам, и сетям-то вообще, как бы, очень существенно все. И вторая, то есть, как третья уже проблема, это, ну, она такая более специальная. В России довольно мало дистрибьюторов, они есть, к счастью, но их мало, которые приводят туда все-таки какие-то не фильмы студий-мейджеров, а какое-то европейское кино актуальное, или там какое-то кино, например, Южной Америки, там у них замечательным образом развивается кинематограф. Вот это все... Ну, как минимум на любом фестивале, да, мы обязательно услышим, что получил такое-то... Совершенно верно. Но то, что в прокате его нет. А в прокате его нет. И, собственно, где можно найти эти фильмы? Эти фильмы можно найти в торрентах. И те люди, которые хотят это кино, ждут, читают там какие-то рецензии, фестивали, они тут же начинают качать. Но я не могу и обвинять дистрибьюторов, действительно, это просто святые люди, потому что они, вопреки всему, привозят копии и все-таки стараются показать. Но проблема в том, что у нас недостаточно количество кинотеатров для такого рода фильмов. Потому что если бы их было больше, то, конечно, дистрибьюторы с большей бы радостью, готовностью привозили бы сюда кино. Это, я считаю, очень большая проблема, потому что в этом смысле мы становимся немного такой провинциальной территорией. Мы показываем только мейджоров, преимущественно голливудских, а чудесное, совершенно замечательное кино, европейское, оно проходит как-то вот... Ну, понятно, что оно проходит мимо, а по какой причине то? По причине, что негде крутить ее? Негде крутить, они не получают... Конечно, они не получают, собственно, как бы не покрывают своих расходов. Расходов, да, да. Должно быть не две площадки, да? Нас должно быть на самом деле много. У нас не две площадки, Оля, на самом деле гораздо больше. Три. Нет, 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 даже не три. В Москве 10-20 кинотеатров так или иначе в той или иной конфигурации работают. Ну и тем не менее их не хватает. Нет, конечно, их в Москве должно быть минимум 100, минимум. И они должны быть, конечно, во всех больших городах, чтобы вот показывать такое кино. И тогда вот уже можно говорить о том, что это кино как-то востребовано, и люди ходят. Да, притом, смотрите, даже если мы говорим о Джанго, да, мы говорим о Тарантино, у нас, мы все показываем этот прекрасный фильм. И каждый из нас это делает по-разному, да? У нас одни события, да? У Пионера другие события вокруг этого кино. И если таких площадок... А, кстати, сетевики тоже будут его показывать. Уже показывают. Уже показывают. Нет, все показывают. Ну просто кто-то предпочитает пойти в Пионер, кто-то предпочитает пойти с Попкорном, там, в кинотеатр «Октябрь». Ну и это прекрасно, что есть выбор. Выбор, да. А что касается, кстати, сетевовых кинотеатров, мне кажется, что там тоже, это тоже история не про то, что, как вот у них есть, и они всем довольны. Я бы с удовольствием сделала, например, кинотеатр «Пионер» сетевым. Ну, в каком смысле? Что мне хотелось, да, конечно, вот Пионер. Он будет, тем не менее, в этом формате все равно. Да, у нас останется таким флагманом, таким, ну, главным, старейшим. Но сделать, например, сеть «Пионер», причем я бы как бы ее переносила таким вот образом, как у нас есть ее в «Пионере». Потому что вот очень важно, я сказала про эту атмосферу, про книжный магазин, куда ты можешь прийти, книжный магазин интеллектуальной литературы. То есть люди приходят и покупают книжки, в том числе, да, и потом замечательное такое кафе. Ну а франшиза есть с этой точки зрения, она как-то не очень привлекает? Нет, привлекает. То есть мы, конечно, думаем, просто вот мы сейчас довольно, как бы много сил отдаем «Пионеру», но я просто к тому, к чему я говорю, что если, например, вот была бы такая сеть, такого кинотеатра, качественного кино с несколькими залами, ну, с книжным магазином и так далее, я совершенно уверена, что она была бы востребована и с точки зрения бизнеса рентабельной. Я согласен. Сейчас новость. Ну что ж, последняя часть нашего сегодняшнего эфира, к сожалению, вновь приходится признать, время неумолимо, бежит достаточно быстро. Значит, я напомню, мы сегодня обсуждаем нишевые кинотеатры России, собственно, говорим об этом бизнесе, нелегком. В гостях у меня Мэри Назари, директор кинотеатра «Пионер» и Ольга Гурова, директор киноклуба «Фитиль». Значит, у меня есть несколько вопросов. Один из них, мы его чуть-чуть коснулись уже в начале, в самом, Мэри, вот, огромное количество, ну, наверное, хорошо, не огромное, большое количество муниципальных кинотеатров, которые в свое время существовали, небольшое, да, вот, покачали головами, у меня есть небольшое. Ну, когда-то их было достаточное количество, они умирают, они умирают, они закрываются, закрываются и закрываются. По какой причине, во-первых? А во-вторых, вот не являются ли они такими, я бы сказал, такими достойными площадками, что ли, да, в перспективе стать нишевым кинотеатром, кинотеатром хорошего кино? Являются, конечно, в перспективе, но просто смотрите, в Москве довольно много еще муниципальных кинотеатров, это одиночные кинотеатры, ну, то есть они расположены так в разных местах Москвы. Не всегда удобно, наверное. Нет, иногда это бывает удобно, потому что они внутри жилых таких массивов находятся, поэтому это как раз не страшно. Но какая главная с ними проблема? У них ужасно уже изношенное всякое оборудование, любая реконструкция и реновация, она стоит довольно больших денег, которые, в общем-то, государство не готово, так сказать, инвестировать во всю эту историю. И потом управлять одиночным кинотеатром невероятно тяжело. Вот мы тут сидим, и вот это вот наша главная проблема, потому что, конечно, когда одиночный кинотеатр, с точки зрения бизнеса, это, ну, невероятно тяжело, прямо на грани. Я просто могу сказать, что мы вдохнули чуть-чуть свободнее, когда этим летом мы открыли летний кинотеатр «Пионер» в парке Горького. И вдруг я как-то поняла, что вообще замечательно иметь два экрана. Это совершенно просто какая-то другая история, хотя там, ну, тоже вот он, один экран большой очень в центре парка Горького. Но я возвращаюсь к муниципальным, если бы можно было бы придумать некую сеть по управлению именем муниципальными кинотеатрами, то есть как бы, чтобы это была сеть из муниципальных кинотеатров, чтобы там, скажем, был единый центр репертуарного планирования, единый центр, то есть каких-то принятий административных решений. Но для этого кто-то должен в эти кинотеатры вложить довольно большие, существенные суммы денег. Все эти кинотеатры были построены в советские годы. Много лет уже там совершенно ничего не было, кроме там автомобильных салонов и так далее. И это просто неподъемная история для, на самом деле, государства. Хотя... То есть этот кто-то, кто должен бы вложить деньги, это не государство однозначно, да? Ну, это не государство... Ну, почему бы? Вообще, я считаю, что у нас достаточно стоять на государстве, чтобы... Нет, безусловно. Просто я к тому, что она вряд ли найдет, ну, как минимум, желание, да, для того, чтобы подобные вещи финансировать. Это было бы здорово. Плюс есть разговоры и мечты о поддержке российского кино. Ну, это у вас есть мечты и разговоры или где-то в другом месте еще есть мечты? На высшем уровне. А не на высшем уровне. На высшем уровне. Ну, к сожалению, приходится признать, что многие мечты и разговоры, которые мы слышим с высшего уровня, так там и остаются. Мечтами и разговорами. Увы. Ну, может быть, в этом есть логика. Нужно снизу, да, какую-то инициативу, видимо, проявлять и попиновать, что называется, в хорошем смысле. Ну, вот мы, например, стараемся показывать как можно больше российского кино, показывать его с обсуждениями, со встречами. Вот я все время говорю о дискуссиях и обсуждениях, да? То есть ты считаешь, что если мы будем показывать российское кино, то государство может раньше обратить внимание на проблему универсального кинотеатра и, соответственно, решиться на его инвестирование? Мне кажется, было бы здорово эти муниципальные кинотеатры использовать в поддержку российского кино, которое так в этом нуждается. Ну, вот я тут как раз, наверное, Ольге возражу, потому что мне как раз кажется, что не нужно делать такие гетто, что вот тут кинотеатры, где мы показываем только русское кино, а вот здесь муниципальные там за копейки, а тут кинотеатры, где мы показываем. Нет. Мне как раз кажется, что если говорить про российское кино, оно должно идти во всех кинотеатрах, там авторское русское кино. Но, надо сказать, что таких кинотеатров, которые показывают авторского русского кино, их вот реально совсем мало, просто очень мало. Сейчас все говорят о квотировании, да, о некой, так сказать, вот доле русского кино там от 13 до 20 процентов или как, или до 20. То есть в общем количестве, да, того кино, которое мы смотрим. В общем количестве, да. Но просто как бы если вот здесь уж мы в скользко эту тему как бы затронули, то мне кажется, что вообще история с квотированием она очень такая, ну, странная и немножко дикая. Мы посчитали количество фильмов, которые мы показываем в пионере русских фильмов, у нас как раз доля вот в районе 24 этих. Но это, вам скажу, как бы в общем-то подвиг, потому что понятно, что русское кино, помимо всего прочего, если уж даже оно снимается, то, как правило, у русских режиссеров или русских продюсеров такого авторского русского кино нет совершенно никаких денег на маркетинг. Поэтому зритель о нем даже и не знает, как правило. Да, мы там на своих площадках, как я уже говорила, там в фейсбуке, в социальных сетях стараемся это сделать. А у нас есть замечательный формат, который называется премьеры с режиссером, когда в тот день, когда выходит фильм в прокат, мы приглашаем режиссера, люди обсуждают, задают вопросы. Мы это, опять же, в виде такого довольно длинного ролика размещаем в наших социальных сетях. Это имеет очень огромный успех, на самом деле. И мы привлекаем таким образом аудиторию к русскому кино. Но выполнить эту долю кинотеатры не смогут. То есть, как бы, либо они будут выполнять формально. То есть, как бы, на утренний сеанс составить русское кино. Галочку поставили, мы провели сеанс. Да, совершенно верно. И это такая, понимаете, как бы, получается дикая вещь. А кто, кстати, квотирование это устанавливает? Ну, пока никто не устанавливает, но такие разговоры ведутся сейчас в Министерстве культуры. Министерство культуры, да. То есть, оно может обязать каждый кинотеатр, не меньше 20% русского кино. Да, да. Нет, и я понимаю, как бы, с одной стороны, их интенсия, они, конечно же, хотят поднять уровень русского кино, в смысле, и качество его, и интерес к нему, и так далее. Но все-таки, мне кажется, что это должна быть система. Кстати, давайте, мне очень интересно. Русское, ну, российское, наверное, так будет, да, более корректно звучать. Мы любим слово русское. Нет, я не возражаю. Этот термин. Это ирония. О чем идет речь? Смотрите, вот я так понимаю, что мэри сейчас рассказывает, да, Оля поддакивает ей именно в неком артхаусе все-таки, потому что мы знаем, ну, тоже, смотрите, мы знаем кино, я знаю, кино я не буду называть его, потому что я его знаю и не люблю. Но, тем не менее, есть русское кино, кино, которое снято в России, значит, продюсеры отечественные, режиссеры отечественные, эти самые, актеры отечественные, персонажи, да, они какую-то, извини за жение, непотребщину показывают, и это идет в сетевых кинотеатрах, вот, и все кричат ура-ура. Ну, это же не русское кино, это что-то другое. Или это тоже вот в эти 23% попадет? Ну, я не понимаю, что вы... Не понимаете? Я не очень поняла, что вы имеете в виду. Когда мы показываем, мы сейчас говорим про площадки наши, да, когда мы выбираем кино российское, которое мы представляем зрителям и показываем, конечно, мы выбираем что-то хорошее, интересное, и мы сейчас не говорим про то, на что вы сейчас... Вот Оля меня поняла. Так ругались, да. Я не ругался, но просто это тоже русское кино. Есть вопрос от нашей слушательницы. Нет кинотеатров в поселении, 23 тысячи человек проживает официально. Есть зал 400 квадратных метров, второй этаж, отдельный вход в помещение, бывшего кинотеатра. Не можем найти сетевика, который бы развернул кинопрокат. Ну, это один из примеров, собственно. Ну, вот это вот один из примеров. Очень, кстати, спасибо за такой вопрос. Ну, в смысле, это даже не вопросов. Это действительно большая проблема. Но она на самом деле решаема. Мне кажется, что должна просто быть государственная, простите, воля. К счастью, оборудование кинотеатов сейчас стоит очень недорого, потому что не нужно покупать киноустановки для пленки. Вот это вот действительно дорого. Сейчас как бы есть вот эта вот цифровая как бы история. Ну, там, синистый. Ее не очень любят, но, тем не менее, я могу сказать, что это сильно удешевляет процесс. Поэтому как бы сделать вот в таких вот поселениях хотя бы один кинотеатр и оборудовать его, это стоит совершенно не таких сумасшедших денег. Если это все объединить в некую сеть, ну, я считаю, что это просто нужна именно некая воля. Должны люди быть, которые придут, понимают, что это тяжелый труд, но они могут вот это все реализовать. И благодарность к ним не будет иметь границ, мне кажется, у людей, которые оторваны абсолютно от... Безусловно, безусловно. Поселение 20 тысяч человек проживает официально. Причем есть помещения. Главное, что этим людям 23 тысячи человек вообще, наверное, никакого у них досуга нет. Судя по всему, да. Я предполагаю, что по вечерам этот кинотеатр будет забит, если будет хороший репертуар. Вот я бы даже поработала. Правда, вот мне бы это было бы интересно. Но интереснее было бы с точки зрения бизнеса. Это, кстати, Муни на Московской области. Тем более, Муни на Московской области. Которые все работают на Москве. То есть они могли бы вернуться домой. Ну, причем, смотрите, вот слушницы, все-таки вопрос так ставит. Не можем найти сетевика, который развернул в кинотеатре. Это обязательно должен быть сетевик? Ну, как бы сетевик просто обладает какими-то излишками. Он может это вот... Но вряд ли сетевикой это будет интересно. Скорее всего, это... Ну, мне кажется, что все-таки это должны быть государственные муниципальные кинотеатры, которые вот просто бы существовали в таком вот виде. Ну, есть. И на самом деле обсуждают в правительстве, в Министерстве культуры все-таки вот какие-то такие программы по постройке, вот по реконструкции кинотеатров даже вот в таких маленьких городах. Но пока это все как бы невероятно медленно. Ну, и вернемся все-таки к вам непосредственно. Вы как яркие во всех смыслах представительницы этого нишевого бизнеса, ну, штучного, нехорошее слово, не нравится мне. Штучного бизнеса. Вот вам самим бы, да, Оля, тебе бы не интересно было, допустим, посмотреть куда-то в регион, тем более вот есть такие пустующие помещения и каким-то образом их оккультурить. Причем вот пойти именно по пути, который ты, в принципе, уже успешно прошла. Или вот для тебя киноклуб «Фитиль» это нечто такое цельное, да, и ты в нем будешь существовать дальнейшее там какое-то долгое время и особенно больше тебя ничего не тревожит. Пожалуй, что это история про любовь и фанатизм, потому что как-то в кино я уже давно, и мы с Мэри обе имеем прямое отношение к кинопроизводству. Все-таки это тоже важно. Мы его любим и знаем с разных сторон. А, кстати, интересно мне, да, кинопроизводство каким образом затронули? У вас профессиональное образование. Уж, Оля теперь выкручивается. Выкручивается, Оля, да. То есть ты хотела так немножко, да? Интригу оставить. Интригу оставить, но не получится. У тебя есть две минуты еще, давай выкручиваться. Я занималась продвижением российского, собственно, кино. То есть ты продюсировала? Более на международные фестивали и надеюсь, что и буду этим заниматься тоже. Что касается «Фитиля», то фактически мы открылись год назад. И я считаю, что мы в начале пути. Еще очень много всего нужно сделать, чтобы подумать о том, что можно пойти в регион и еще куда-то. Потому что нам только год. Я понял. Мэри. А я, ну, если говорить про кинопроизводство, я, в общем, продюсер фильма «Овсянки». И сейчас вот в последнее время я занимаюсь кинотеатром, но как бы производство кино мне тоже интересно. Но если говорить про регионы, мне невероятно. Мне как раз очень нравится эта история. Мы даже думаем об этом. И мне кажется, что все-таки вот такой вот перенос таких как бы условных пионеров. Ну, извините, что я говорю. Нормально, нормально. То есть, понимаете, такого какого-то некого культурного центра, что ли, в городе, да, где по утрам, например, или в течение дня можно было бы услышать лекции, например, замечательных людей и местных, и приезжих, приезжающих, да, по вечерам, скажем, смотреть кино, но все-таки в хорошем качестве, потому что я все-таки за кинопоказ, а не за показ DVD, как это бывает. Опять же, обязательно книжный магазин такой интеллектуальной митературы и небольшой какой-то кафе. Я считаю, что вот если бы это... То есть, как бы я считаю, что вообще это нужно и необходимо просто даже распространять по всей большой, как бы, нашей российской территории. Вот, и, ну, надеюсь, что что-то вот в ближайшие два года с этим будет, потому что не только мне, конечно, приходят в голову такие мысли, многие люди об этом думают, многие люди, ну, реально уже даже что-то в этом смысле делают. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие два года мы что-то такое увидим. Ну, дай бог, дай бог, потому что в любом случае даже, ну, если позволите, в конце я немножко пафоса добавлю, это не решение конкретной бизнес-задачи, да, вот, оформить, освоить, точнее, 400 метров, поставить и начать показывать кино, и людям хорошо, и я зарабатываю деньги. Это, еще раз говорю, это более глобально. Ну, это все-таки тоже бизнес-задача. Это такое генерирование людей культурных, правильных, понимаете, тех, которые составляют основу общества. И это очень даже амбисозные бизнес-задачи. Да, 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 вот об этом речь, то есть в глобальном смысле надо смотреть, то это вот культура, это наше будущее, будущее с точки зрения государства в целом. Друзья мои, я благодарю вас за внимание, огромное спасибо моим гостям, мэрии Назари, Ольге Гурова. Вам, слушатели, спасибо за внимание, успехов в бизнесе, всего хорошего, до свидания.